Эта программа спонсируется друзьями и партнерами Киндом Коннекшн. Сегодня с Киндом Коннекшн вы узнаете, как ваши решения влияют на ваш успех. Джентезен Франклин поделится с вами словом на тему «Сила измененного разума». Сегодня я хочу прочесть проповедь на тему «Сила измененного разума». Ев был феноменально благословлен, что стал ошеломляюще и потрясающе богатым. В Писании ясно сказано, что он был самым богатым человеком на Востоке и во всей восточной части мира. Ни у кого не было столько богатства, как у человека по имени Иов. Он был благословлен материальным богатством, но не только этим. Он также получил благословение духовное. Иов не просто проснулся однажды утром, и на него внезапно обружилось материальное и духовное благословение. Как говорит Писание, молодой Иов смотрел на жизнь вокруг себя и принял важные решения. Он понял, что может пойти по двум дорогам. Он понял, что еще до рождения Христа и до того, как он начал проповедовать, всегда было лишь два пути. Есть широкий путь, широкая дорога. Многие выбирают этот путь, который ведет к разрушению. Иисус учил и говорил, что есть узкий путь, но немногие его находят. Другими словами, если вы хотите попасть на небеса, вы не можете идти путем, который выбирают многие. На этой неделе я размышлял над этим. Есть две вещи, которые определяют, кем мы станем в жизни. Первое — наши решения. Второе — наш ответ Богу. Вы свободный человек, отвечающий за свои действия. И Бог позволяет выбирать. Бог позволяет вам решать, как вы хотите жить. Он не собирается навязывать себя самого, свой дух или свои слова вам. Его воля не будет вам навязана. Бог говорит, что ваше решение и ваш выбор остается за вами. Вы сами выбираете, служить Богу или нет. Никто не может заставить вас. Но вам нужно понять, если мы имеем возможность делать собственный выбор, наш выбор будет формировать нас. Ваш выбор будет формировать вашу жизнь. Поэтому нужно мудро подходить к выбору. Именно этому научился Иов. Он понял, что написано в Экклезиасте. Помни Создателя твоего в дни юности своей, до того, как ты постареешь, уйдешь из жизни, пока тягости жизни не опустятся на твои плечи. Когда ты молод, когда ты силен, когда у тебя острый ум, помни Создателя своего и сделай свой выбор служить Богу, почитать Бога, делать то, что кажется правильным в Его глазах. Иов понял это. В молодости я буду служить Богу. В молодости я буду все делать правильно. Знаете, когда вам 18 или меньше, время тянется очень медленно. Я помню, когда мне было 12. Я не мог дождаться, когда же мне исполнится 13. Я помню себя в 11 лет и тоже не мог дождаться 13. А когда меня спрашивали, сколько мне лет, я отвечал, мне 12, но скоро будет 13. И вот, наконец, мне исполнилось 15. Кто-нибудь помнит свои 15 лет? И я не мог дождаться 16. Скорее бы 16. Скорее бы 16. Я получу водительские права. 16, 16, а затем 18. Я буду свободен. Я смогу делать все, что захочу. Мама скажет мне, сядь, но это не значит, что я буду садиться. Ты не имеешь права заставлять меня, мама. Но ты сядешь, если у тебя правильная мама. А теперь я скажу вам забавную вещь про нашу жизнь. Время тянется слишком медленно. Наконец, вам 18. И как только вам исполняется 18, все меняется прямо в противоположную сторону. После этого вы просыпаетесь. Боже мой, мне 25. Господи, помилуй, мне почти 30. Боже мой, я даже не думал, что мне будет 30. И если вы думаете, что все это произошло слишком быстро, 40? Мне 40? Да не может быть, чтобы мне было 40? Сейчас мне 48. Скоро уже будет и 50. Никогда мне 50. Мне просто не может быть 50. Этого не могло произойти. Иисус должен прийти. Что-то должно произойти. Только не я. Я слишком крутой, чтобы мне было 50. До 18 все идет очень медленно. Но после этого все и вся жизнь как одно размытое пятно. что нам нужно понять, так это то, что сейчас вы закладываете фундамент вашего будущего, как вы отвечаете Богу. Потому что единственная вещь, которая определяет, как повернется в ваша жизнь, это решение, которое вы делаете, и как вы отвечаете Богу. Я размышлял, у меня не должна быть такая жизнь, как сейчас. Я недостаточно квалифицированный и образован. У меня нет талантов. Я не должен делать то, чем занимаюсь сейчас, и иметь такую жизнь, как сейчас, но как когда-то в молодости. Я могу вернуть вас туда. В молодости подросткам я принял некоторые решения, которые направили меня. Я принял решение, что до свадьбы я буду девственником. Я помню, что принял это решение в 13 лет во время богослужения. Бог ко мне прикоснулся, и я сказал, что я не буду терять девственность до свадьбы. Решение и ответы Богу очень важны. Мои ответы Богу в молодости повлияли на всю мою жизнь. Другие не отвечали Богу, а я отвечал, и Он коснулся меня. Я не могу просто услышать что-то, что мной двигало, и не отвечать на это. Делай, что правильно. 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 Я этим овладел. Повернись к соседу и скажи, делай, что правильно. Повтори. Делай, что правильно. Делай, что правильно. Вы делаете выбор. Ваш выбор формирует вас. Ваши ответы Богу будут формировать вас. Давайте отвлечемся. Итак, мы на другом служении в церкви Free Chapel. Музыка закончилась, прошло уже половина служения. Скоро начнется молитва. И вы останетесь здесь. Вы ответили Богу. В конце этой проповеди самая важная часть церковного служения не музыка. Да, она важна, но не самая важная. Самая важная часть служения, как вы отвечаете Богу, когда Он касается вашего сердца. Вы ничего не чувствуете. Вы просто Его отбрасываете. Намеренно избегаете эмоций. Вы говорите, что вам все равно, но Бог за вами наблюдает. Может быть, вы и не вспомните спустя пять месяцев, что я сегодня проповедовал, но Бог будет помнить то, как вы отреагировали на то, что я говорю спустя пять месяцев. Он запомнит, что вы положили на алтарь и скажет, «Я никогда не подниму это». Он запомнит те служения, где вы были настолько тронуты, что слезы бежали у вас по щекам. Он запомнит служения, где вы были так потрясены, что вам пришлось встать с места и идти к алтарю. Это все наши ответы, за которыми наблюдает Бог. Я убежден, что на небесах есть некий центр внимания Святого Духа. И на каждом богослужении может показаться, что все внимание сконцентрировано на проповеднике. Возможно, некоторое время так и есть. Но неизбежно на каждом церковном служении наступает момент, когда Святой Дух во всем своем внимании сходит со сцены, и тогда он направляется к твоему сердцу и говорит, «Что ты на это скажешь?» Потому что я хочу показать вам нечто. Еще в молодости Иов начал принимать очень мудрые решения. Я останусь в стороне от зла. Я буду верен добру. Я буду почитать Бога и служить Богу. Я так и буду делать. Я принимаю свои решения. У меня есть сила принимать решения. Я все планирую. Я планирую, пока я силен, пока все хорошо. Я мультимиллионер. Я благословен. Посмотрите на меня. Я принимаю решения, пока нахожусь на высоте. Потому что 6 стих этой главы гласит, «И вот настал день. Обязательно придет день, когда мы будем принимать решения, и наши ответы Богу пройдут проверку». Когда вы принимаете решения на церковном служении, вами движет Дух Бога. И вы говорите, «Боже, я клянусь, я люблю Тебя, я буду служить Тебе». Но наступит день, когда сатана скажет, «Ну что ж, проверим». И вот наступает этот день. Он всегда наступает. Но сейчас вы делаете выбор, который определит, что будет с вами, когда придет ваш день. Я хочу рассказать вам историю, и хочу, чтобы вы послушали ее. Я хочу познакомить вас с парнем, которого звали Карлос Хэнкок. В 1965 году он выиграл соревнования по стрельбе. Он служил во флоте. Во всем флоте, да и во всей армии, никого не было лучше, чем он. Он мог выстрелить из своей винтовки на милю и попасть в яблочко. Замечательный, замечательный стрелок. Во время Вьетнамской войны его послали служить на флот. У Северной Вьетнамской армии был убийца, меткий стрелок, убивавший офицеров командного состава и генералов. Говорят, что это был самый меткий стрелок, который убивал всех этих людей. Они его вычислили, определили, где он находится, и послали Карлоса, чтобы он его уничтожил. Теперь один снайпер преследовал другого. Они очень устали. Карлос оказался в джунглях. Он напал на след этого вьетнамского стрелка. Но затем он вдруг стал беспокоиться, что стрелок знает, что он в джунглях и тоже идет по его следу. И он сказал, что однажды увидел какой-то небольшой свет за сотни ярдов. где-то через поле. Он просто увидел в солнечном свете какое-то свечение. Он тут же развернул свою винтовку и направил прицел туда, где видел свет. Он точно что-то видел, хотя не мог понять, что это. Но он нажал на курок. Когда нашли тело вьетнамца, увидели, что пуля Карлоса прошла сквозь телескоп винтовки и попала ему в глаз. То есть, единственное, что спасло Карлоса, что он нажал курок первым. Это означает, что вьетнамец следил за ним. Иногда, когда вы понимаете, что враг целится в вас и готов нажать курок, вы как христианин должны нацелиться на него. Единственное, что спасет вашу жизнь, первым нажать на курок. Вот почему такие служения очень важны. Вы должны решить, что вы будете делать перед ускушением. Что вы сделаете, когда все будет уговаривать вас так поступить. Плоть говорит, сделай. Тело кричит, сделай. Ваши желания кричат, сделай. Но вы принимаете решение здесь о том, что определит ваше будущее. И я бы хотел закончить историю о Карлосе. Он получил много наград. Он спас много жизней. У него было последнее задание. Он мог бы уйти в отставку. Но к нему пришли и сказали, у нас есть еще одно задание. И ты можешь не соглашаться. Есть и другие, которых мы можем послать. Но нет такого, как ты. И это будет равносильно самоубийству, если мы пошлем их. Потому что ни у кого из них нет шанса, который есть у тебя. В северной вьетнамской армии есть генерал. Мы хотим, чтобы ты его выманил, Карлос. Но предупреждаем. Он на территории врага. Мы доставим тебя по дельте реки на лодке. Высадим в джунглях одного на территории врага. Тебе придется жить тем, что даст тебе земля. А затем нужно будет попасть на поле. Поле простирается на две тысячи ярдов. От одного конца до другого. Там есть небольшой ров. Ты можешь залезть в этот ров. Установи винтовку. Наша разведка скажет тебе, когда генерал появится из своего бункера. Он выйдет в определенное время и в определенный день. Он получил медали и ушел с военной службы со всеми почестями. Позже он вспоминал. Дело в том, что когда я не мог идти дальше, когда мое тело говорило, не иди дальше, когда мой разум твердил, ты не сделаешь это, я сказал себе, я принял решение, я это планировал, и я не собираюсь ничего менять. Хотя я устал, я истратил все силы, мой разум меня не слушается, я уже готов все бросить, но я принял решение до того, как попал сюда. И я завершу эту миссию. Вот об этом я и проповедую этим утром. Эй, Джо! Что ты собираешься делать? Ты потерял все. Ты болен, Иав. Мы слышим его жену, и все считают ее подлой. Но она тоже страдала. За один день она потеряла 10 своих детей. И когда она сказала, похули Бога, это не говорит, что она была плохой. Просто она была тоже человеком. Она потеряла богатство. Ее дети умерли. Бог покинул нас, похули его. Но Иав сказал, подожди, давно я принял решение. Я принял решение, и теперь, когда мое тело, мой разум и все обстоятельства говорят, брось все, ничего не получается, просто брось. Я не могу этого сделать. потому что я запланировал это испытание. Я знал, что оно придет. И я знаю, что мой Спаситель жив. Я не знаю, если я смогу так жить. Ты сможешь, если ты твердо решишь и ответишь Богу на этом служении. Когда Он узнает об испытаниях, Он придет к тебе. Когда ты ответишь Богу, Он придет и принесет свое Божие благословение на тебя. Но если ты не ответишь, ты останешься во грехе. Это не игра. Все, что мы здесь делаем, это не игра в церковь. Здесь решается, попадут люди в рай или в ад. Будут ли сохранены браки? Будут ли люди вместе? Я завершаю свою проповедь. И мы подошли к самой важной части нашего служения. Ваш ответ Богу. Потому что у Него есть план. Я был не такой, как вы. Когда я слышал проповедь, она проникала мне в самое сердце, и я не мог сдержать слез, даже если сидел вместе со своими друзьями. Примерно вот так. И я просто не мог этого сделать. Просто не мог. Ваши ответы Богу определят, какой будет ваша жизнь. На таких служениях, как это, Бог может говорить с вами и может навсегда изменить вашу жизнь. Но вам нужно открыться. это сила принятия решений. Вы поднимите руки. Помолитесь ли вы Ему, пока сидите здесь? Давайте, давайте, как большой хор. Можете просто на минуту открыть рот. Вы можете ответить Ему? Все внимание направлено на вас. Бог спрашивает, как вы ответите? Ведь вы не отвечаете джентезану. Нет. Вы не отвечаете музыке. Вы не отвечаете проповеднику. Вы либо отвечаете Богу, либо нет. Святой Дух, Вечное Слово Бога, это главный момент. Не боритесь со своими слезами. Не сдерживайте слезы. Никогда не стыдите слез или того, что вы слабы. Слезы — это знак, что Бог делает серьезную работу в вашей жизни. Не все плачут, когда приходит Иисус, но многие так делают. Жертва Богу — Дух сокрушенный. Когда ты сокрушен пред Богом, Он говорит, это то, что я ищу. Не противостояние, не противление, а сокрушение. Произнесите эту молитву. Скажите ее от всего сердца и ответьте Святому Духу, потому что Он наполнит вашу душу. Молитесь. Это молитва очищения. Это молитва освобождения. Повторяйте эти слова за мной. Иисус, сотвори во мне чистое сердце и чистый Дух. В этот день я выбираю служение Тебе и жизнь для Тебя. И я отдаю Тебе свою жизнь. Я устал бороться против Твоей воли. Ты нужен мне. Отчасти меня. Я хочу прощения. Мне не нравится, что грех делает со мной. Измени мою сердцу. О, Боже, возьми это холодное сердце. Дай мне свою волю, биение своего сердца. Я принимаю Тебя, Иисус, как Своего Спасителя. И кровь Иисуса очищает меня от всякого греха. Я выбираю Тебя. Я отвечаю Тебе. Эта программа была создана для вас друзьями и партнерами Джентезен Франклин Министерс. Для получения более подробной информации www.jentzenfranklin.org